В Крыму новые рейды против крымских татар. Российские силовики провели обыски, после которых похитили пятерых активистов. Во время задержания стала плохо 82-летняя Виджие Кашка, ветерану Крымско-Татарского национального движения. Врачи не смогли ее спасти. Женщина скончалась по дороге в больницу. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту смерти ветерана Крымско-Татарского движения по статье «Убийство». Это была очень смелая женщина. И уже после оккупации, когда все это случилось с Крымом, она не боялась выезжать сюда, на материковую Украину. Она не боялась давать комментарии. Сегодня ветерана Крымско-Татарского национального движения Виджие Кашка не стала. После того, как ФСБ обвинило 82-летнюю женщину, якобы в вымогательстве, ее сердце не выдержало. Гаяна Юксель лично знала Виджие Кашка. Уверена, обвинения российских спецслужб надуманы и абсурдны. Рассказывает, Виджие была очень добрая и справедливая. Несмотря на то, что прожила тяжелую жизнь. Никакого вымогательства там не было. Эти люди не занимаются вымогательством. Тем более, не занималась никогда вымогательством Виджие Кашка. Эта женщина все отдаст. Она лучше принесет и отдаст, чем будет у кого-то что-то вымогать. Семья Виджие стала жертвой афериста, того самого гражданина Турции, на защиту которого встала российская ФСБ. И задержали тех крымчан, которые требовали у него вернуть похищенные у семьи деньги, рассказал крымско-татарский активист Нариман Джелял. Он уверен, российские силовики использовали ситуацию в политических целях. Они должны понести особенно тяжелое наказание, с возмущением написал в Твиттере министр иностранных дел Павел Климкин. Обыски в оккупированном Крыму проходили целый день. Российские силовики врывались в дома крымско-татарских активистов, Грушевке, Бахчисарае и Южном. В Симферополе схватили несколько человек. Двое из них должны были выступать в суде. У Бекирага, Дегерменджи Бекирага проводится обыск. И одновременно проходит у Кязимага Аметова. Что там происходит внутри, нам неизвестно. Но сегодня должно было быть заседание по 26 февраля. И эти оба человека, и Дегерменджи Бекирага, и Кязимага Аметов. То есть, ну, они должны были присутствовать на этом мероприятии. Не давали никому выйти из дома. Потом начали поочередно проходить по всем комнатам. Вот. Ну, изъяли у нас ноутбук, компьютер, значит, Бекира документы, три паспорта, украинский, российский и загранпаспорт. Нашли у меня книжку по 26 февраля, которая была выпущена в Киеве. Вот. Ее изъяли. Председатель Меджли Сарифат Чубаров заявил, обыски и задержания в Крыму – это спецоперация ФСБ России, чтобы скомпрометировать Меджли с крымско-татарского народа и запугать активистов. Алена Клюзко, Владислав Посудевский, ЮЭй-ТВ. Россия должна ответить за смерть ветерана крымско-татарского национального движения ВИДЖИЕ Кашка. Об этом заявил президент Украины на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. Петр Порошенко уверен, защитить украинских граждан на оккупированном полуострове может только деоккупация. Я проинформировал Дональда Туска об ужасных событиях, которые сегодня произошли в Крыму, когда во время обысков давление задержания крымско-татарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымско-татарского народа, при задержании умерла. И мы не собираемся с этим мириться. Россия должна нести ответственность за эти ужасные действия. И хочу подчеркнуть, что единственной формой защиты крымско-татарского народа является освобождение Крыма от оккупации. Встреча Петра Порошенко и Дональда Туска прошла в рамках рабочего визита украинского президента в Брюссель. Также он пообщался с бельгийским королем Филиппом. А в пятницу Петр Порошенко примет участие в саммите Восточного партнерства. На форуме планируют рассмотреть широкий круг вопросов, ключевые – снижение тарифов на роуминг, поддержка малого и среднего бизнеса и совместное авиапространство. Будет подписано соглашение о расширении трансевропейской сети. Это поднимет конкурентоспособность транспортных коридоров Украины. Также уделят внимание агрессивной политике России, которая стала общей угрозой для всего региона Восточного партнерства. Семь обстрелов со стороны боевиков зафиксировали сегодня в зоне проведения антитеррористической операции. Украинские военные вынуждены были открывать огонь в ответ. Самый высокий градус напряжения по-прежнему сохраняется в районе Светлодарской дуги. У Крымского, это поселок в Луганской области, тоже стреляли на речке Северский Донец. А в Донецкой области оккупанты сосредоточились на юге. На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье. Из различных типов оружия, включая минометы 120-го калибра, противник открывал огонь вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал водяное. Система юстиции Украины – одна из сфер, в которой активно идут реформы. Так считают европейские эксперты, которые помогают украинским юристам изменять правовое регулирование. О достижениях и вызовах наши корреспонденты. Перезапуск судебной системы, внедрение электронных реестров и упрощение регистрации компаний, создание ассоциаций частных судебных исполнителей и эффективность службы пробации – это только самые яркие примеры изменений, которые реализованы в рамках проекта ЕС – поддержка реформ в сфере юстиции в Украине. Глобальные перестройки привлекли экспертов из 20 стран. В этом плане, в понятии правосудия как сектора, который заходит за пределы судебной власти, который включает в себя взаимоотношения между разными ветвями власти, публичным и частным сектором, вот это само понятие, достижение этого понятия сектора юстиции в более комплексном плане является одним из наших главных достижений. Самой масштабной называют судебную реформу. Изменения особенно ощутимы в системе кадрового отбора. Впервые суд полностью сформировали через открытый конкурс. В Новый Верховный суд отобрали 120 человек из тысячи на основании множества испытаний. Детальное психологическое тестирование кандидатов – новинка даже для ЕС. Нам помогли в составлении тестов и практических заданий эксперты из многих стран. Мы провели психологическое тестирование, которое состояло из четырех психологических тестов и теста на IQ. В Европе в таком объеме пока не проводили испытания. Но представители ЕС уже хотят взять наш опыт на вооружение. Ведь эти результаты были очень полезны при отборе. Не только справедливые решения обновленных судов, но и их эффективное выполнение. Украина ликвидировала государственную монополию исполнительной службы. Первые частные исполнители уже начали работу. Мы ликвидировали отдельную исполнительную службу и включили ее в наше министерство под ответственность министра. И при этом мы двигаемся в направлении создания конкуренции. Ведь частные исполнители практически с теми же правами уже мотивируют государственных работать эффективнее. Важный шаг – внедрение электронных реестров и возможность проведения юридических операций при помощи электронной подписи. Впереди создание антикоррупционного суда и высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. А также кадровая перезагрузка судебных органов всех уровней, реформы прокуратуры и адвокатуры. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым, UATV. Украина на пороге инвестиционного бума в зеленую энергетику. До 2020 года доля возобновляемой энергетики в общем производстве возрастет в 10 раз, до 11%. Так запланировано в национальной отраслевой стратегии. Это требует около 12 миллиардов евро вложений. Деньги большие, но их реально привлечь, считают эксперты. Ведь спрос на чистую энергию в Украине динамично растет. Зеленые проекты быстро окупаются, в среднем от 3 до 5 лет. В помощь инвестору в Украине запущено несколько программ зеленых кредитов. В Украине сегодня самый высокий зеленый тариф в Европе. Это закреплено законодательно. Помимо того, для инвесторов действуют программы кредитирования. В них может принять участие любая украинская или международная компания. За два последних года только наш банк выделил 250 миллионов евро зеленых кредитов. Это почти треть всех инвестиций в возобновляемую энергетику. Самые популярные – проекты солнечной генерации. Медаль для Украины на первом в истории чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов. До 23 лет завоевал Андрей Антонюк. В весовой категории до 80 килограммов он получил бронзу, победив в малом финале турка Бурхана Акбудака. Еще один представитель Украины Руслан Магомедов в весе до 85 килограммов занял пятое место. Чемпионат мира в Польше в категории Ю-23 решено было провести после успешного континентального первенства в 2016 году. На него приехало рекордное число участников – 400 спортсменов из 34 стран. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с ЮЭйТВ. Субтитры создавал DimaTorzok